МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вероника Ворошилина, Володая под обязанностями. Вероники не застаться у Баку от проблем Жихароу и осенне-зимовый период, знайшли альтернативу. Мы осенью прошлого года сделали такой анализ и избрали следующее направление на осенне-зимний период, на условия непогоды. Это проведение этих дней ЖЭУ в помещениях, в актовых залах ЖЭУ, в актовых залах учебных заведений, куда мы приглашаем жителей микрорайона, председателей жилищно-строительных оперативов. И мы стараемся не просто позвать и обсудить проблемы, которые волнуют. Мы для начала задаем тему, которую хотелось бы обсудить и довести до жителей. Удельники и организаторы сустречи при ЖЭУ номер 25 Центрального района разглядели пытания, связанные со изменами парадку, предоставления и тарификации жильево-коммунальных послуг. Закранули тему усталевания в квартирах пожарных оповещальников, которые обеспечивают особистую безопасность Жихароу. Что тучится громадской безпеки, было пропоновано усталевая система в видеоназирания у подъездах и дворах. И надо помогать не только раскрывать правопорушения и злашинства, а и попереживать их. Причина бывает просто машину сохранить или еще что-то. Но я смотрю на это в более мелком. Жизнь из мелочей состоит. То есть даже если ребенка отдернуть от обрисовывания фасада когда-то, то, возможно, в следующий раз это его остановит от более чего-то серьезного происшествия. И потом человек, когда уже сформируется, он вспомнит это. А вот тогда меня что-то остановило. Это была тоже система видеонаблюдения. После обмеркования основных темпера и шли до наденных пытаний и проблем, якие хвалюют у дельников сустрейши. Одны из их в процессе мероприемства поступали у письмового выгляда. Иншие люди смогли задать особисто. Хотелось бы получить информацию по утеплению домов, которые находятся на балансе уже с ПК, так как дом, который введен в 1991 году и находится в довольно неудовлетворительном состоянии. Пытания, которые были адресованы городским уладом и службам жилево-коммунальной господарки, тычились из-за будовы инфраструктуры в новых микрорайонах, уборки, утримания, аппаратку территории, техобслуговывания домов и іншого. По час открытого диалогу на большесть пытаний утолмошения были дадены одразу на место, особные, взятые на контроль. Вероника Врашилина, Валерия Гопанько, телерадио «Компания Гомель». У Беларуси протягивают работу промые телефонные линии. Задать пытанье представникам выканавчей улады жахары региона смогут завтра. С 9 до 12 годин с вороты громадян будет примать первый наместник старшини Гомельского облывы канкама Александр Викторович Миколуцкий. Номер телефона у Гомели 75 12 37. Параллельно промую линию проведе наместник старшини Гарвы канкама Сергей Анатольевич Радюк. Звонков аджихароу областного центра чекают по номерам 75 18 54. Яки завсёды по субботах промые линии будут организованы так само у районных администрациях и райвы канкамах. Гомельское областное споживецкое товарыство по выниках минулого года перевыканало усе показчики державного заказа по нарыхтовцы другасных ресурсов. На перепрацовку накеровано больше як 65 тысяч тонн чорных и коля тысяч тонн коляровых металлов. А так само 12 500 тонн макулатуры. Наши корреспонденты подчекалися, чем привабливают датчиков у приемных пунктах. Летом и в осенью садовина, гаруднина и зерня. На протягу сего года металлолом, макулатура и другасная полимерная сыровина. У районных споживецких товарыствах не утойвают. А прощавы канания отповедного державного заказу, это еще и прибыток непосредна для организации. Правда, сегодня разумеют, что это не только у споживтоварыствах. Это ранее другасные отходы было больше просто выкинуть, чем шукать нарыхтовцы пункты. Конкуренция примушает разглядать разные варианты и организовывать прием усюды, где есть хоть минимальная макшимость. Мы также заготавливаем и в магазинах, по возможностям, где есть комнатские помещения, мы принимаем макулатуру, полиэтилен, стеклобой, и машины у нас, машины бортовые, они вывозят на накопительной площадке, как в данном виде, вот видите, и после накопления отгружаем на предприятие. Увеста Цераховка Дубровского района на рыхтовчий пункт працует уже некольки годов. На отсутность сдальший каутут не скарляться. Нехто вырешил позбавиться от старых решов, нехто специально сбирает и шпэт-бутельки, тей металлолом. Тем больше, что у советские часы у особных господарках непотребный металл просто закапывали у землю. Дарыши некоторые вязковцы на сдачу другазной сыровины зарабляют до миллиона рублей в месяц. У инших, правда, доходы больше степлые, але так само недренные. Больше всего можно заработать, конечно, на черном металле. Есть люди, которые сдают и по полтонны, а полтонны – это килограмм, получается, уже 650 тысяч. Это, как мне говорится, прибавка к зарплате или бюджет семейный, большая получается. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Добрышский район. Умовы на дворье, якие склалися напереды дни на территории Гомельской области, створили шмат проблем автомобилистам. За моцного снегопаду на дорогах региона отбылось удвоя больше аварий, некоторые из них скончились трагично. На 83-м километре трассы М-10 на участку от Гомеля до Речицы у выникула бавого сутыкнение двух автомобилей, три человеки были шпитализованы, двое загинули на местце. Александр Гамоля про ситуацию на дорогах. В 83-м километре трассы М-10 автомобиль «Тойота Карына» и автофургон «Газ» находятся у Кувете. Как поведомили у ДАИ, дорожно-транспортное здарение отбылось у вынику выезда на сустречную полосу руху одного за автомобилем. Обставины высветляются, однако целком видовочно поуплывали на это небеспечные умовы на дворье. Моцный снег у три разы, поменьше убаченность, когда медики прибыли на место здарения, водителю и 29-годовому пассажиру допомога уже не спотребилась. У больницу доставили водителя фургона, а так само пассажира у легкового автомобиля, трехгодового хлопчика и его мать. Аутокресло вырытывало дядяць життё. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317. Также хотелось бы отметить, что водитель легкового автомобиля за два дня этого трагедии отметил свое 27-летие. За минулые сутки на дорогах региона по причине несприяльных умов на дворье отбылося 47 ДТЗ. 14 машин опынулись в кувете, два человеки загинули, пять отримали травмы разной ступени тяжкости. Экипажи ДАИ оказали допомогу автомателям по вытягиванию автомобилей со снежных заносов. Необходимо при движении по участкам, которые подвержены в первую очередь образованию зимней скользкости, выбирать правильную скорость и дистанцию до впереди движущего транспортного средства. Такие участки являются мосты, путепроводы, эстакады, перекрестки, перекрестки с круговым движением. Они наиболее подвержены образованию зимней скользкости. Гололёдица на дорогах надзиралась и сегодня у ночи. На автодорозе по ночно-заходный обыход Гомеля отбылося 6 ДТЗ. Увы, ни куяких у кувете опынулись пять автомобилей. В ближайшие сутки на дорогах Гомельской области заховается небеспечная обстановка. Синоптики прогнозуют понижение температур. У ночи будет до минус трех машина Гололёдица. В этой связи УГАИ рекомендуется автомателям утриматься от поездок. Александр Гамуля, Михаил Рабков, телерадиокомпания Гомель. Гомельский мостак Игорь Хайко презентовал новую выставу, пронизанная светлом акварели, творы, на яких адвюстрованы разные природные зъявы и настрои. Игорь Хайко – вядомый колорист, який свободно володает усими акварельными технологиями. 30 пейзажей раскрывают майстерство мостака, який не боится экспериментовать. До речи, одна из его картин была высоко оценена у Италии и селета включена у экспозицию Биеннале в городе Фабрияна. Меж тем, у Гомельской библиотеки Мягерцена можно обачить иншие новые работы Игоря Хайкова, ике выставленную в першиню. Некоторые творы литерально только снятые с мольберта. Я делаю то, что мне нравится, а каждый уже видит то, что ему интересно и то, что он хочет увидеть. Возможно, я считаю так. Я свой взгляд показываю, а уже у каждого своё. Эфир телерадио компании Гомель на телеканале Беларусь-3 сегодня почнется у 18 годин 25 хвилин. У программе проекты «Святло и тени», «Эконом» и «Постати». Гэты и иншие программы, так сами информационные выпуски вы можете знайсти на нашем сайте www.tvrgomel.bivay. На этом поколю все. У студии працывала Наталья Игнатенко. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин